Здравствуйте! На этом уроке мы решим несколько примеров с функциями. Многие считают функции сложной темой, но я думаю, что если хорошенько во всем разобраться, вы поймете, что здесь все очень просто, и многие только делают из мухи слона. Любая функция – это соответствие между двумя переменными. Если у равен функции от х, это значит, что можно задать любое значение х. Представьте, что функция как бы съедает х. Он – ее обязательная составляющая. Функция – это некий набор правил. От этого х зависит значение у. Представим функцию в виде черного ящика. Если я положу туда какой-то х, то получу соответствующий у. Это, конечно, абстрактный подход. Что это будут за х и у? Предположим, у нас есть такая функция. Значение функции будет равняться 1, если х равен 0, 2, если х равен 1, и 3 во всех других случаях. И нам нужно выяснить, что происходит в черном ящике. Поместим нашу функцию в ящик. Вот он такой большой получился ящик. Эти значения я выбрала наугад, но это должно помочь разобраться с тем, что мы делаем с функцией. Если я задам значение х 7, чему будет равняться функция от х? Чему равна функция от 7? Я положу 7 в ящик. Он работает по типу компьютера. Компьютер смотрит на х, потом вспоминает закономерность и говорит, хорошо, х равен 7. Поскольку х не равен 0 и не равен 1, я рассмотрю оставшийся случай. Значит, я должен выдать 3. Итак, функция от 7 равна 3. Запишем. f равна 3, где f – название функции, название закономерности, по которой будут меняться значения переменной. Это отображение. Называйте, как хотите. Когда х задается значение 7, функция равняется 3. А каким будет значение функции f ? Итак, вместо х, равного 7, запишем х равен 2. Нашему компьютеру предстоит решить теперь эту задачку. х не равен 0 и не равен 1. И у нас снова третий вариант. Значит, f равно 3. И здесь тоже запишем f равно 3. А что произойдет, если х будет равен 1? Давайте это запишем. Функция от 1 равна… Посмотрим на условия. Смотрите, ведь х равен 1. Если х равен 1, мы используем второе условие. f должно равняться 2. Запишем, что в этом случае f равняется 2. Так работает функция. Надеюсь, вам все понятно, и мы можем решать примеры. Каждая функция – это отдельный ящичек. Начнем с задания под буквой а. f равно минус 2х плюс 3. f равно минус 2х плюс 3. Вот мы и положили условие в наш черный ящичек. Теперь нам нужно найти значение функции при х, равном минус 3. Если у нас записано f , значит, мне нужно везде, где я вижу х, заменить его на минус 3. И это равно минус 2, наведу тройку жирнее, минус 2 умножить на минус 3 и плюс 3. Запомните, все значения х в уравнении мы заменяем на минус 3. И теперь мы знаем, какое значение выдаст черный ящик. И оно равно минус 2 умножить на минус 3, это 6, и прибавляем 3. В результате получаем 9. Значит, f равно 9. А чему будет равна функция при х, равном 7? Делаем все то же самое. f равно минус 2 умножить на 7 и плюс 3. Это будет равно минус 2 умножить на 7, минус 14 и плюс 3, а это равно минус 11. Разъясню еще разок. Мы задаем функции значение х, равное 7. А она возвращает нам значение, равное 11, равное минус 11. Это то же самое, что мы записали в последней строке. Вот наше правило. Срабатывает та же логика, что и в предыдущем примере. Третье значение х равен 0. В этом выражении все х нам следует заменить нулями. f от 0 будет равно… Все х мы заменяем нулями. И тогда это будет равно минус 2 умножить на 0 плюс 3. Здесь будет 0 и остается только 3. Значит, f от 0 равно 3. И последний пример. Допустим, х равен z. Нам дано абстрактное понятие f от z. И теперь все х мы меняем на z. Минус 2. Сначала у нас идет минус 2. Подставляем вместо х – z. Минус 2z плюс 3. И у нас уже готов ответ. f от z равно минус 2z плюс 3. Снова представляем черный ящик. Нашей функции мы задаем значение z. Да? И на выходе получаем минус 2z плюс 3. Причем z может быть любым. Конечно, это абстрактное число, важно усвоить сам принцип. Минус 2z плюс 3. Пример b вы решите сами. Перейдем сразу к примеру c. Я хочу разъяснить вам все, чтобы вы усвоили материал. Итак, приступим. f равно 5 умножить на 2 минус х и разделить на 11. В эту функцию мы будем подставлять разные значения х, и, соответственно, получать разные значения функции. Приступим. f равно 5 умножить на 2 минус минус 3. Вместо х везде вписываем минус 3. И все это делим на 11. 2 минус минус 3 равно 5. 5 умножить на 5 равно 25. И разделить на 11. Значит, в ответе у нас 25 одиннадцатых. Решено! Следующее наше значение – f . Этот пример вы решите сами. Для функции c. f равно 5 умножить на 2 минус 7. Вместо х мы подставляем 7. И все это разделить на 11. Чему это равно? 2 минус 7 равно минус 5. 5 умножить на минус 5 равно минус 25. И разделить на 11. Следующий пример. х равен 0. f равно 5 умножить на 2 минус 0. И разделить на 11. 2 минус 0 равно 2. 5 умножить на 2 равно 10. Значит, 10 одиннадцатых. И последний пример, когда х равен z. f равно… все элементарно просто. все х мы заменяем буквой z. 5 умножить на 2 минус z разделить на 11. Это и есть наш ответ. Мы можем открыть скобки, и тогда получим 10 минус 5z разделить на 11. Также мы можем разложить выражения на две дроби. . Вот и все. Все эти записи равнозначны. Следующее задание. Мы сказали, что мы можем задавать различные значения х-функции и получать разные результаты на выходе. Допустим, у нас есть функция. Вот она. Мы задаем значение х, и на выходе получаем f . Каждому х соответствует только одно значение функции. Функция не может принимать два различных значения при одном значении заданного х. То есть не может существовать такой функции. Например, предположим, что f равно 3 при условии, что х равен 0. И одновременно 4 при условии, что х равен 0. В данном случае мы не знаем, чему равно f . Эта функция может быть равна либо 3, либо 4. Мы не знаем. f это не функция, хотя выглядит похоже. Запишем. Не является функцией. Не может два значения функции соответствовать одному заданному значению х. И нам нужно определить, какие из этих графиков являются функциями. Для этого нам нужно проверить, каждому ли значению х соответствует только одно значение f . На графике f это ось у. Из этого следует, что каждой точке на оси х соответствует одна и только одна точка на оси у. Поэтому признаку первый график является функцией. Этому х соответствует только одна точка на графике. И этому тоже. Для проверки мы провели вертикальные линии. Как видим, каждая проведенная линия пересекается с графиком только в одной точке. А значит, для каждого х есть только одно значение у. Это верный признак того, что перед нами функция. Мы можем провести сколько угодно вертикальных прямых, и у каждой из них будет только одна точка пересечения с графиком. Значит, перед нами действительно функция. Теперь обратите внимание на следующий график. Я могу провести вертикальную прямую, скажем, через эту точку. По этому х на графике соответствуют два значения у. Прямая пересекает график в двух точках. f может принимать это или это значение. Наша прямая пересеклась с графиком дважды, а значит, этот график функцией не является, поскольку не удовлетворяет нашим требованиям. Мы не можем одному х сопоставить два у. Это не функция. Здесь ниже то же самое. Прямая, проведенная через эти точки, пересекает график дважды. Это тоже не функция по определению. А что же у нас с последним графиком? Он имеет причудливый вид, но похож на функцию. Напоминает птичку или галочку. Из какой бы точки на оси х мы не провели вертикальную прямую, она пересекает график только в одной точке. А значит, перед нами функция. Надеюсь, все было понятно. До скорых встреч!